Удивительное растение топинамбур, земляная груша или иерусалимский артишок. Очень неприхотлив, растет на любой почве, даже неприводной для выращивания. При этом улучшает плодородие почв, выводит радиацию. Клубни могут быть средней величины и крупными, в зависимости от того, как мы их подкармливаем. Если подкармливать куриным пометом, короверком или компусом, будет покрупнее. Топинамбур имеет много инулина, что улучшает пищеварение, улучшает бактерии кишечника. Но если мы оставим на зиму, клубни плохо хранятся, не так, как картошка. Если мы оставим на зиму, то, к сожалению, инулин превратится в фруктозу. И весной будет сладко, но витамины не теряются. Витамин много весной полностью, 100% сохраняется. А кто на кето-диете и избегает фруктозы, тому нужно кушать до промораживания почвы. Тогда полностью инулин. В отличие от крахмала, это очень замечательное свойство. В отличие от картофеля, топинамбур полностью содержит инулин вместо крахмала. Это такие растительные волокна, которые даже понижают сахар в крови. И не сразу впитывается кровь, а медленно. И поэтому очень хорошо насыщают организм. Топинамбур у нас восстанавливает и улучшает работу желез внутренней секреции. Способствует коррекции веса при проблемах ожирения. Повышает сопротивляемость иммунной системы. Стабилизирует кровотворение, кровообращение. Улучшает состояние сосудов, состояние тканей. Укрепляет суставы. Помимо инулина, топинамбур содержит витамины С, Е, П, П, А, витамины группы В и бета-каротин. Кремний, магний, кальций, калий и другие минералы. Ну, конечно, минералы, их количество зависит от почвы, на которой выращивает. Поэтому, чем богаче почва, тем, естественно, будет больше минералов в самом корнеплоде. Благодаря своему составу наш топинамбур борется с болезнями сердца, желудка, кишечника, антиоксидант. Очищает организм от токсинов, радионуклидов, сливей тяжелых металлов. Даже на непригодных почвах его возделывают, потому что он не впитывает в себя тяжелые металлы. Можно даже бороться с борщевиком. С помощью топинамбура выращивают, и он подавляет борщевик. Так, это такой мощный сорняк. Так, выращиваем в самых малопригодных почвах. Но, если сырость, то это плохо, может загнивать клубинки. Ну, это редко у кого очень сырые. Если очень сырые, влажные, там, торфяные, болотистые почвы, тогда на верхушках, пригорках нужно сажать. Посадки топинамбура поглощают углекислый газ, эффективнее, чем лесные насаждения. 6 тонн в год против 3-4, если лес. Кислорода выделяют больше. То есть, можно, как живую изгородь, чтобы дышать было лучше, выращивать топинамбуровые живые изгороди у себя под домом для красоты. Ну, а больше для свежего воздуха. Так. Сажают топинамбур как картошку. По правилам его рекомендуют окучивать. Это повысит устойчивость к полигане. Но это не обязательно. Я, например, в этом году его сделала обрезку. Это где-то в июне, в июле, даже июль-август сделаем обрезку. При желании, если нужно вам замульчировать почву, у него очень большие стебли. И он также самое прекрасно вырос и зацвел. Но может это ухудшить качество клубни, конечно, если обрезка. Вот кому не нужно, то, в общем, пробуйте еще, экспериментируйте. Это все в процессе изучения. Овощ редкий. Раньше в СССР его выращивали. Но так как плохо хранились, полностью не смогли исследовать. Хранится прекрасно в почве. То есть выкапывать не нужно. Выкапывали сколько нужно и храним в почве до весны. Ну, будет, конечно, с фруктуры. Но я как храню, то я перед самыми заморсками выкапываю с землей прямо. И вот прикрываю там воздухопроницаемой тряпочкой и на прохладном месте там храню. Вот так отлично сохраняется. Но картошка лучше хранится. Клубень топинамбура имеет 3% вилка, минеральные соли, растворимый полисахарид, инулин, 18% фруктозу, микроэлементы, 2-4% азотистых, богат витамином В1, С и каротин. Содержание сахаров в клубнях увеличивается в зависимости от сроков сбора за счет оттока питательных веществ из стеблей и листьев. То есть когда мы собираем в октябре, еще питательные вещества не все ушли. А если собираем в апреле, то полностью, ну если собираем в январе, то полностью питательные вещества вернулись. То есть перед заморозками мы не полностью стебли срезаем, а до половины, чтобы питательные вещества еще туда... вернулись из стебля. Вот такое свойство замечательное. Если топинамбур используем 2-3 года, только в качестве зеленой массы, сенажа, силоса или муки, стебли срезают дважды. Первый раз при высоте растений 80 см в метр, и из пазух снова вырастают стебли. А второй в конце сентября, до середины октября, в зависимости от климатических условий. Зеленая масса топинамбура, это подкормка и производство комбикорма. И всех животных кормить отлично. Это будет качественное молоко у коров. То есть корову идеально подкармливать вот этим, вот этой зеленью. Капустой, ну а так как это все дорого, то топинамбур это самое выгодно. Тогда будет настоящее здоровое молоко, потому что это то, что мы едим. Так, в отличие от картофеля, выкопанные корневища топинамбура долго не хранятся. Промороженные клубни приобретают сладкий вкус, так как при гидролитическом распаде инулина образуется фруктоза. Вот, зачитала. Клубни топинамбура по 4-5 кг в день увеличивают молочную продуктивность свиноматок. Коровы заметно прибавляют удой. Причем жирность молока повышается. Куры лучше несутся. Они начинают на 2-3 недели раньше нестись. Из земляной груши готовим диетический суррогат кофе аналогично растворимому цикорию. Из стеблей можно под прессом получить сладкий сок, годный для патоки. В пчеловодстве это медосбор. Стали шире применять в городских парках и зонах отдыха, как декоративное растение, а также с учетом известного факта повышения плодородия даже самых бедных почв при выращивании на них топинамбура. Топинамбур на одном участке. 30-40 лет можно выращивать и больше, если ежегодно удобрять минеральные удобрениями. Если надо очистить площадь от топинамбура, скашиваем порос и перекапываем на полный штык лопаты. В момент, когда старые клубни отмерли уже, а молодые еще не образовались. Это где-то будет апрель. Апрель-май, только начинают маленькие горошинки в мае, по-моему, завязываться. Вот где-то так. В зависимости от климатической зоны. Вредители топинамбура, медведки, проволочники, гусеницы, различные совки. Но у нас, у нас вообще нет вредителей. Все так чисто, щетко. Топинамбур у меня везде. У меня топинамбуровая роща. Иерусалимского артишока. Выше среднее урожай клубней 40-50 тонн с гектара. Ботвы 30 тонн с гектара. Клубни осенней уборки очень плохо хранятся. Поэтому выкапываем по мере надобности. А при снежных зимах может перенести мороз минус 40. Надземную часть растения срезают при легких заморозках, перед самым снегом. Но не всю сразу. А к зиме оставляют небольшую часть ствола, чтобы питательные вещества переместились в клубни. Весеннее выкапывание клубней предпочтительнее осеннего, так как витамины в них сохраняются полностью. Но я уже говорила, что там будет фруктоза. Инулин преобразуется, увы, в фруктозу. Это у нас топинамбур многолетнее, травянистое, клубненосное растение рода подсолнечник. Семейство Астровы. Выращивайте на здоровье этот космический овощ. Потому что его дают и космонавтов для вывода радиации. И тем, кто работает в радиационной и химической промышленности. Ну и те, что сидите за компьютерами, кушайте топинамбур. Он вам повысит здоровье и настроение. Продолжение следует...